Далее у нас столик с пелларгонией Марины, Марина Контрикова, канал Марина и ее цветочные друзья. Это пелларгония зональная, очень много разных сортов, также есть разибудная, пелларгония, суккуленты, есть такая тюльпановидная, суккуленты разные, красивые. Это тоже Марс. Это Марс у вас, да? Тоже Марс? Да. Ага, Марс. А сколько такой стоит? Это Марс. Дефинбахи. Ну, у меня тоже 500. А вот это Визовий. Это Визовий, да. Так. Ой, пепперомии разные тут, разных видов. И сморщенные. Интересно. А по пиромии почем? По 150. По 150 рублей пепперомии. Вот такой вот есть крестовник. Эписции. Это тоже вот Марс. Поменьше только, деточка. Также лимон есть. А лимоны почем? Лимоны 500 рублей. Лимоны по 500 рублей. Вот тут интересная такая. Это ваши лимоны, да? О, веточка такая. Мэйра? Угу. Вот такие лимоны тут. Такая себе веточка из трех штук. По 500 рублей. Вот самурай такая с нацевера. А самурай почем? Не написано? По 200. По 200? Угу. Самурай 200 рублей. Так, вот такой хоббит красивый. Дальше идем в сингониумы. Марин, что это за сингониум? Вот это. Что за сингониум? Не знаю. Не подписано. А по чем они? По 250. По 250. Эти тоже, да? Да, сортовые, да. А такие вот, вау, т.е. по 150. Ага. Понятно. Так, дальше. А что это такое? А, это эсхинантура, да? Это укорененный черенок от фикуса микрокарпа. Ааа. Каудекс, да. У меня есть такой. Наши руки не для скоки, поэтому все черенково-черенком. Это абутилон. Ага, абутилон. Он у тебя цвел? Цвел вообще уже? Да, да. У меня это в вашей дереве. Каким-то? Оранжевые такие. Он не раскрывается. То есть он не крупный, как у Белла, а с Ортурой. Да, не крупный. А этот такой колокольчик. Че дадутся? Фироадендру. Музыкальные нутки. А, ну да, да. Такой интересный. У тебя нет еще его. Это я уверен. Ага. Так, дальше идем. Дальше столик Валерии. Ну, это бы интересный филадендрум. На прошлой выставке мы рассматривали его, да. Аллаказия интересная. Это вообще-то это интересная. Это нравится мне. Иногда руки чешут такую, точку купить филадендрум. Это мы столик рассматриваем. Валерия Новороссийская. Много разных агломен. Разные-разные сорта. Филадендрум. Как же мог есть в продаже. Живой. Монстерка вот такая вот. Клубня Аллаказии. Вот такая вот Аллаказия. Ну, она прям, прям нереально. Как будто бы не настоящая. Как будто бы пластмассовая. Вообще шикарная. Спотифилум. Тут разные эпипремумы. Укорененные. Вот такой филадендроны. Интересный. Сердечками. Магланема. Магланема. Драгоценные орхидеи. Немножко. Сансевьеры. А это у нас... Олеандры. Олеандры, да? Да. Это новый участник, да, у нас? Давайте, расскажите мне, что у вас здесь есть. Олеандры. Укорененные. Вот такие вот. Хорошие укорененные. Расскажите, пожалуйста, как вы их укореняете? Вот у меня, например, не получается укоренить в оригадный олеандр. Одна таблетка янтарной кислоты на литр воды. Наливаете посуду. Ложите кусочек на донышко. Заливаете этим раствором. Сверху закрываете пищевой пленкой. Делаете дырочку и втыкаете в кусок чайники. Да, и вот они получаются. О, как замечательно. А то я никак не могу укоренить. У меня уже большой вкус, но укоренить не пытаются. Они даже укорениться. Умирают и все. Вообще красивые растения. Они высотой выше растут до трех метров. И стричь рука не поднимается. И уже чувствую, что, чтобы посмотреть на всю эту красоту, мне приходится лестницу подставлять. О, какой интересный цветочек. А почем они? 200 рублей укорененная деточка. Вот, уже все обросло. Вы вот так вот укореняете, а потом уже в торт сажаете? Да, я вот укореняю, а потом уже видно, что они пошли по стакану. Поэтому вот, который уже упустился, он цветок будет давать. А вот эта смесь и есть, да? Которая вы укореняете? Это уже я, когда укорененные, я их сажаю в эту смесь. Песок и торт. Вот, пожалуйста, корни. Уже полностью. Это уже они укоренились, они уже обвили здесь стакан. Так, а на лето вы их выносите на улицу, да? Они у меня до сих пор на улице. Да? Да. Они выдерживают температуру до минус 10. Единственное, они надо ветра. Ветер. Стоят у меня в зимнем саду поликарбонатная. Висит в тепле, ветер. Ветер. Только из-за ветра. Понятно. А это уличный или домашний? Это хлорофит, обычный, да? Да, хлорофит. Вот такой вот он. Это почем? 80 рублей. Ну, а вы как-то где-то реализуете их? Почеряю. А, визиточка есть, да? Да, есть визиточка. Вот что и отправляете, или как? Ну, побольше части ко мне домой приезжают. Ага, понятно. Вот кого заинтересовали такие растения, пожалуйста, контакты. Есть продавца? Интересно. У меня есть большие растения. Мне вот такой понравился. Да. Есть такой дедочка? Есть, есть. 15-й, вот он. У меня даже его, видите, как в трехпошколе могу. Предложить. А там у него есть как-то название или нет? По названию сейчас очень сложно, потому что у каждого продавца и покупателя он по-своему называется. И выписываешь название совершенно незнакомое, а приходят один-одни те же. Поэтому я решила, что по высшей части цвет для себя я номера делаю дома. Ну, даже вот черенкова. Вот и краткое описание. Все. Так, ну это 15-й получается. Вот так вот он выглядит. Да. 15-й. Он желтый, желтый, лимонный. Вот такой вот он. И цветочек, да, красивый. Да, у него лепесток. У него цветочек. Очень красивый вот этот. Очень красивый. Он не раскрывается до конца. Цветок и получается, что внутри он красный, а наружная сторона листа светлая. Это профиллер очень красивый. Вот это тоже красивый, прям полный такой. Да, это как розовый. Да, это как розовый. С белыми фэнтези. Даже фэнтези есть у него. Красивый. 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 Раритетные вещи, игрушки. Бои какие интересные. Как будто из детства. И посмотрим на ассортимент растений. Наверное, такой вот размер, как ты рисовала последний. Ну, я не знаю, который в зале висит. Да, да. Да, да. Да, очень хорошо смотрится этот портан. Ну, да. Ну, всё, давай. Ой, а это кто такая? Это клиродендрум. Это клеродендрум. А, руэле. Красная мелкоцветковая. Красота такая. Как ёлочка покрывается. Ага. Так, а вот это кто? Клиродендрум угандийский. так вот это что-то по интересам севдеранты их листок разных много не прям все отличаются друг от друга про не скажешь а вот это что такое не расскажи просто это помидор комнатный они будут прям гроздочки помидоров будут их по подсветке друг эти не трогайте это вы же вот вы сейчас руками замяли эти там же лезут отовсюду губуш не трогайте руками просто не трогайте растения руками это папоротник 150 рублей это зеркало бук бук резной это все делает а это он различные дату раму он резал вот это руете мелкоцветковая красная а это рвеля крупноцветковая здесь интересно какая-то уровня 350 4 это на саканарный томаты там и руссия это все комнатная вот это все вот это все комнатная садового только в оттутни зеркальце наклонная вот крайняя фотография так а вот это интересно про медведя что это такое книжки да что я шью сама от и книжки вот эти вот из старинного плюша вот старинный плюш такой а вот это например из старинных бабских тужурок то есть вот этой тужурки больше ста лет ее носила когда-то бабушка какая-то все это обработано вот она сношена видите это тужурка балану куртка бабская по-другому не знали рассказать вот и вот это тоже бабская тужурка которая кем-то носилась а вот им больше 100 лет что . антикварные из них вот вторая жизнь теперь очень положительные эмоции такие дужки несут в себе выкройка как до военная каждая игрушка имеет свою цену вот этот вот 1600 старинный плюш шелковый настоящий шелк плюш на такие большие вот этот вот 3 200 набитая пилками никакого китайского барахла вода это опилки чистые пилки внутри с горбиком вот да именно выкройка как до военная надо же на это что вот этот вот полторы тысячи черненький вон тот вон вот этот самый дорогой по сути здесь 5 500 а это такая ключница можно повесить в бане в коридоре это можно да можно как мнение одежда это лев это лев ага лев в горы там тайга какая-то вырезана этому это и звука да это все делает мой муж он много чего делает очень много вот ему заказывают различные ножки резные всякие столбы для лестниц балясины рамы для картинку посмотрите красота медвежонка сюда посадить куклу мишка это дерево настоящее такие игрушки не стыдно передать по наследству надо 100 лет это комплектом мы взяли с собой немножко то что поместилось думал у нас много привози на выставку почаще интересно так ну давай где твоя визиточка девочки обязательно нужно достойную игру конечно китайская браку яшу игрушка знаешь как шарит я тебе сейчас расскажу историю которую нам рассказали люди пришедшие на выставку когда мы выставлялись раньше собачки в музеях пришла молодая пара рассказала они на красной в краснотаре вы в магазине игрушек купили игрушкам ребенку приехали подарили ему ребенку все хуже и хуже к вечеру вызвали скорую скорая приехала сделала укол успокаивающий ребенок уснул на следующий день ему лучше ребенок соседшей ним просыпается и быстрее к своей игрушке опять кто ему еще хуже в реанимацию везли когда папа до петрио на красной купленная игрушка понимаешь магазине игрушек он пошел и размолотил молотком и выкинул чтобы из мусорки никто не достал и не воспользовался вот вот такие сейчас делает игрушки потому что нет ни гостов не требований ничего никому ничего не нужно раньше в стране сколько фабрик игрушек работала ой 8 марта и в санкт-петербурге сейчас нет ничего а если где что и есть ничего не проверяется очень опасно и контакты продавца все спасибо их